Десятки педагогов и родителей вышли в Центральный парк, чтобы подписать петицию. Все они требуют одного – отстранить от должности директора 32-й школы. В Министерстве образования людей услышали с Татьяной Рудневой, расторгли трудовые отношения, но по имеющейся у нас информации, директор отказалась подписывать приказ, разгромила один из кабинетов в школе и ушла на больничный. В теме разбирался наш корреспондент Елисей Саблюк. Пишите петицию, что вы против нашего директора Рудневой Татьяны Викторовны, чтобы прекратить в школе этот произвол и безнаказанность. Терпение лопнуло. У Центрального парка собираются десятки людей. Все они так или иначе связаны с 32-й школой. И всем им есть, что сказать о директоре учреждения Татьяне Рудневой. Чтобы не подумали, что это митинг, пришлось отойти подальше, к местному кафе. А там все удобства для того, чтобы записать свое имя в бланк противников руководителя. Александра Назаренко проработала в этой школе три года – с 2018 по 2021. Еще год ушел на то, чтобы восстановить свое здоровье. Из-за жестокого прессинга со стороны директора молодой девушке пришлось даже сидеть на таблетках. Мои близкие стали замечать, что я стала срываться на всех подряд, стала очень агрессивной. То есть стала взрываться по любому поводу. Когда говорят, что вы никчемные, что вы не справляетесь, ничего не делаете на уроках, вообще никакие педагоги некомпетентны и вообще не способны учить детей. Это, конечно, очень сильно давит. И такие планерки, рассказывают педагоги, проходили в том числе и во время уроков по два часа в душном кабинете. По словам учителей, один раз это едва не обернулось трагедией для самих школьников. Организатор импровизированного митинга тоже педагог. Говорит, после огласки этой истории, которую он устроил, директор решила ему отомстить и составила на него административный протокол. Суть административного правонарушения была в следующем. Мне надо было ознакомиться с результатами выпускников девятых классов. Но беда в том, что мне эти результаты никто даже не дал посмотреть. Я их вообще в глаза не видел. С 22 числа я нахожусь в отпуске. А этот протокол составили только сегодня, утром. Слухи ходят, что якобы мы выдвигаем какого-то своего человека, что занять ее кресло, место. Нет, нам это не надо. Сама Татьяна Руднева заявляет, что на нее наговаривают. Якобы учителя просто не хотят работать. Накануне после встречи с нами, рассказывают педагоги, она снова разгромила кабинет. На этот раз завхоза. Женщина отказалась пустить нас в школу, чтобы проверить, так это или нет. Зато преподаватели прислали фотографию, как сейчас выглядит помещение. Родители, напротив, уверяют, в неадекватном состоянии директора никогда не видели. Но их смущает, что педагогический состав за год может поменяться несколько раз. Постоянно сменяются учители. Для меня, как родителя, это очень беспокоит. Мне бы хотелось стабильности и того, чтобы моего ребенка обучали квалифицированные педагоги, которые не то чтобы отвели полгода и уходили. Я однажды на собрании сама спросила о том, что почему у нас так часто меняются учителя, педагоги. Я сразу поняла, в чем проблема. Потому что сама работала в этой структуре. Классный руководитель корректно промолчал. Но молчать люди больше не стали. Особенно, когда узнали, что Татьяна Руднева собирает подписи в свою поддержку. Их набралось около 20. Но тех, кто против, все равно оказалось больше. Прошло всего полчаса. Петицию уже подписали 70 человек. И люди продолжают идти сюда. Это и действующие педагоги, и бывшие, и родители. Но, похоже, петиция не понадобится. Педагогов и родителей так услышали в Министерстве образования. С женщиной расторгли трудовые отношения. Не помог тут даже брать депутат. Сама Руднева подписывать приказ об увольнении отказалась. По словам коллег, сначала она скандалила, затем резко почувствовала себя плохо, вызвала скорую и ушла на больничные. Если женщина так и не поставит свою подпись, соберется комиссия. И Рудневой так или иначе все равно придется покинуть свое кресло. Елисей Савлюк, Павел Иваницкий, 7 канал.